Привет! Меня зовут Лена. Я на своем канале готовлю полезные сладости без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить морковный торт с облепиховой начинкой. Этот яркий торт отличается простотой приготовления коржей. Мы просто добавим в них готовое морковное пюре. А также я покажу вам все тонкости такого необычного оформления. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Вопросы по ингредиентам и заменам, задавайте в комментариях, я постараюсь вам помочь. И спасибо за лайк! Итак, суммарно нам понадобится 750 грамм облепихи. У меня ягода замороженная. Можно также использовать и другую ягоду, но тогда тортик будет оформлен уже в других цветах. Облепиху измельчаем в блендере до состояния пюре. И обязательно процеживаем через сито, чтобы избавиться от косточек и шкурок. Вот такое жиденькое получается пюре, прям полупюре-полусок. Его мы будем использовать и для коржей, и для начинки, и для украшения. И приступим к приготовлению коржей. Нам понадобится 130 грамм муки. Я взяла половину овсяной, половину муки из зеленой гречки. Но вообще в этих коржах можно использовать любую цельнозерновую муку. Сюда же добавляем 7 грамм подсластителя, 5 грамм соды и одну чайную ложку куркумы для цвета. Можно добавить такие специи, как имбирь, кардамон, гвоздика или корица, лимонную или апельсиновую цедру. Они прекрасно гармонируют с морковными коржами. И отдельно смешаем жидкие ингредиенты. 300 грамм морковного пюре, 100 грамм облепихового пюре и 2 яйца. Тщательно перемешиваем. Получается очень ярко. И смешиваем все это с сухими ингредиентами. Эти коржи, хоть и готовятся на основе пюре, а не тертой моркови, получаются такие же сочные и влажные. Очень сладкие и очень ароматные. Вот такое тесто должно получиться. Его распределяем по противню. Наша задача испечь из него три коржа диаметром 16 сантиметров. Два у меня легко входят на этот противень, а один я распределяю по кругу на другой противень. Можно вообще все выпекать в формах, если у вас есть три формы для выпечки диаметром 16 сантиметров. Коржи выпекаем при температуре 175 градусов Цельсия 25 минут. Пока коржи пекутся, можно сделать начинку и декор. Для этого нужно сначала подготовить формы. Возможно, у вас найдутся подходящие, но если нет, то я покажу вам, как сделать их из фольги. Смотрите, нам нужно замерить длину окружности торта. Я это сделаю с помощью ацетатной ленты по внешнему диаметру формы и добавляем как минимум 7 сантиметров, так как торт будет чуть шире за счет покрытия. Складываем ацетатную ленту вдвое. Именно такой длины, а лучше с запасом, нам понадобится форма. Ширины будет достаточно сантиметров 15. Нам нужно сделать из фольги плоскую форму со слегка загнутыми краями. Удобно это сделать с помощью дощечки. И подгибаем, насколько это возможно, края. Удобнее, если они будут низкие. Вот такая форма получается. Прокладываем ее пищевой пленкой. И еще нам нужно сделать два круга по диаметру торта. Это проще. Обволакиваем форму фольгой и подгибаем края. Тоже подогните хорошо фольгу, чтобы бортики были пониже. Вот такие формы у нас получились. Также на дно формы укладываем слой пищевой пленки. Все готово для начинки. А сама начинка готовится очень просто. В оставшееся облепиховое пюре, это 420 грамм. Добавляем 20 грамм подсластителя. Сладость, конечно, регулируйте на свой вкус. И 8 грамм агар-агара. Если сомневаетесь в своих весах, то лучше добавить на грамм больше, чем меньше. Тщательно перемешиваем. Кстати, если вам нужен только декор или только начинка, уменьшите порцию вдвое. Доводим пюре до кипения и кипятим одну минуту. Агар-агар застывает при 40 градусах, поэтому заливаем начинку сразу, пока она еще жидкая. Так она ляжет ровным слоем. Половину заливаем в прямоугольную форму, это около 220 грамм. И по 110 грамм в круглые формы. Начинка застынет очень быстро и будет готова к сборке торта. Вот такие коржики у нас испеклись. У меня они уже остыли. Можно нарезать их с помощью формы ровно по диаметру. Примерно такой толщины получаются коржи. И вырезаем еще два коржа. Теперь пора подготовить крем. Для крема нам понадобится 450 грамм рикотты. Ее нужно довести до однородности в блендере. Не стоит измельчать слишком долго, чтобы чересчур не размягчить рикотту. И добавляем все остальные ингредиенты для крема. 150 грамм мягкого творога, 16 грамм подсластителя, чайную ложку натурального экстракта ванили и 1 грамм соли. Доводим крем до однородности в блендере. Вот такой гладкий и мягкий крем должен получиться. Этот крем не подходит для покрытия, как и не подходит для прослаивания торта толстым слоем крема. Но он отлично подойдет в этот тортик, при условии, что коржи дополнительно не пропитываются. Выкладываем крем в кондитерский мешок для удобства нанесения. И можно приступать к сборке торта. Собирать будем все в том же кольце диаметром 16 см. По бортику проложена ацетатная лента. На подложку наносим немного крема, чтобы торт был хорошо зафиксирован на ней и не сдвигался при транспортировке. Выкладываем корж и прижимаем. И выкладываем слой крема. Пропитывать коржи не нужно, во-первых, потому что они у нас достаточно влажные и так, а во-вторых, крем очень мягкий и при добавлении еще влаги в торт может просто потечь. На каждый слой наносим 120 грамм крема. В рецепте точно подобрана консистенция, чтобы торт был хорошо пропитан и при этом крем не вытекал из него и коржи не съезжали при любой тряске. Выкладываем слой начинки и еще 120 грамм крема. И снова корж. Прижимаем и снова слой крема. Чередуем слои. И на последний корж тоже наносим слой крема, чтобы он был хорошо пропитан. В торте получилось 5 слоев крема по 120 грамм. Разравниваем. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник как минимум на 8 часов. В это время подготовим крем на покрытие. На сито, проложенное тканевой салфеткой или марлей, выкладываем 300 грамм рикотты. Пока торт настаивается, с рикотты стечет лишняя жидкость и мы получим отличное крем на покрытие. Минимальное количество рикотты на такой торт 250 грамм, а если вы решите сделать розочки из крема, например, то конечно понадобится больше рикотты. Отправляем в холодильник тоже как минимум на 8 часов. А нам еще нужно вырезать декор. Аккуратно переносим на доску вместе с пленкой. Будьте осторожны, это все-таки агар-агар и он довольно хрупок. Срезаем неровные края у прямоугольника. Отмеряем нужную высоту декора, у меня это 7 сантиметров. И отрезаем прямоугольник. Рисунок я сначала намечу зубочисткой. Смотрите, так как эти части у нас должны будут состыковаться между собой, то лучше начинать вырезать ровно посередине ширины. Произвольные линии и заканчиваем тоже посередине. А потом я прохожусь ножом. Нож обязательно держите вертикально и не спешите. Аккуратно отделяем кусочки друг от друга. Вот такой декор получился. Оставшиеся части нарезаем на квадратики, чтобы посыпать торт сверху. Хранить такой декор лучше накрытым в холодильнике, чтобы он не заветрился. Время прошло. С рикотте стекла лишняя жидкость. Теперь можно сделать крем. Для этого просто добавим в рикотте 5 грамм подсластителя. И тщательно размешаем. В моей рикотте обычно трудно промешиваются комочки, но по опыту внешний вид торта это нам особо не испортит. Перекладываем в кондитерский мешок и можно доставать торт. Торт настоялся, пропитался, все слои хорошо склеились между собой. Покрываем его тонким слоем крема, начиная снизу и двигаемся по спирали вверх. И покрываем верхушку. Разравниваем верхушку. И боковую поверхность. Снова вверх. Снова бока. И так пока не добьемся ровной цилиндрической формы. Теперь можно переносить декор. Но он очень хрупкий, поэтому нужно делать все осторожно. Нам понадобится ацетатная лента такой же длины, как и полоса декора. Накладываем ее на полосу декора, совмещая точно нижнюю линию, чтобы она совпадала. И аккуратно прикладываем к торту. Слегка надавливаем, чтобы хорошо состыковать с кремом. И аккуратно снимаем ленту. Также поступаем со второй частью. Сверху посыпаем мармеладными кубиками. Вот такой необычный, очень яркий и нарядный тортик у нас получился. Давайте его разрежем. В разрезе ровные линии коржей и начинки. Облепиха в этом торте оставляет очень приятную кислинку. Все остальное достаточно сладко. Морковные коржи получились очень вкусные и сочные. Но и оформление, как мне кажется, идеально подходит для морковного торта. Настолько яркий цвет дает облепиха. Если это видео оказалось для вас интересным и полезным, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Пока! Подписывайтесь на мой канал!